Сегодня 1 марта, началась весна. Вслед за скрипучим снегом и холодными ветрами приходит пробуждение природы. И все самое светлое и красивое у меня в личной жизни и в судьбе связано прежде всего с женщинами. Меня 4 года учила мама в школе. Я выучил некоторые страницы наизусть надежде получить пятерку. Она говорила, моя главная задача научить тебя учиться, трудиться и уважать старших. Поэтому я был хорошистом. С 5 класса отличником, потом отец учил, который вернулся на одной ноге из-под Севастополя, сражался за родину. Но в нашей деревне почти все мужики попали на Орловско-Курской дуге в наступление. Там роты хватало на 3 дня боев. Поэтому воспитывался я в Бабьем Царстве. И мне это детство врезалось в память. Прежде всего тем никого из самых маленьких не бросили. Всем взяли книжки бесплатно, тетрадки. Всех кормили, всех учили, всех выходили. И с каждым днем жизнь улучшалась. Мне казалось, что эти суровые времена никогда не наступят. Но после предательства нашей общей Родины, когда здесь стали управлять СССР и киняли СМ, все вернулось на круги свои. И сегодня, когда мы обсуждаем главные проблемы, я хотел бы напомнить и этой власти, что в Конституции, даже в этой, которая мне не нравится, написано, что у нас социальное государство. А ее сущность определяется прежде всего отношением к детям, женщинам и старикам. Детям плохо, женщинам еще хуже, а старики влачат жалкое существование. Даже детям войны, самому молодому из которых уже за 70, мы пять раз вносили, чтобы эта Дума приняла решение о их поддержке. В деревне они получают 8-9 тысяч в месяц, а в городе 12-14. Государственная Дума не приняла, не нашла 140 миллиардов для того, чтобы поддержать тех, у кого Гитлер отнял детство, а нынешние условия отнимают элементарную обеспеченную старость. У меня был старший товарищ, он выдающийся математик, Никольский Сергей Михайлович. Он у вас присутствует в каждом доме. Открываете учебники для старших классов и вы увидите его фамилию. Он признан самым гениальным ученым 20 века. Трехтомник математического анализа, по которому учатся во многих университетах планеты, это его творение, так же, как и словарь по элементарной математике. Когда ему было 90 лет, все стали поздравлять, желать здоровья, он сказал, успокойтесь, в моем возрасте редко кто умирает. Я буду жить долго и красиво. А когда ему отмечали 100 лет, приехали все выдающиеся математики от Нью-Йорка до Токио, я столько лобастых людей давно не видел. Он разрешил мне раскрыть его секрет долголетия. Он прожил 107 лет. 100 лет читал по математике лекцию в МГУ. У него было 4 секрета. Слушайтесь, первый секрет. Он никогда не спорил с женщинами. Он сказал, женщин надо любить, обожать или леять. Я считаю, что все мужчины, даже в кризис на это время, должны запомнить главный наказ Никольского – любить, уважать женщин. Поэтому ваши поручения, которые вы сегодня сформулируете, нами будут рассматриваться как законы. Мы их будем выполнять. Второе. Он всегда при первой возможности уезжал из города на природу, выращивал прекрасный сад и цветы. И считал, что это облагораживает. Я вместе с ним на его даче писал записку президенту о необходимости восстановить нормальное преподавание математики и русского языка в нашей школе. Третье. Он не бегал по партиям и считал, что самое святое дело на планете бороться за справедливость и человека труда. И до последних дней состоял в КПРХ, ходил на митинги и платил партийные взносы. Четвертое. Утро начиналось чтение газеты «Правда» и «Советская Россия». Будьте выполнять, и вы все проживете более 100 лет. Одна из моих работ начиналась эпиграфом «Самое гениальное творение Всевышнего природы – это женщина, цветы и пчела». Женщина выносила весь род человеческий под сердцем, подарила нам жизнь. И только поэтому обязаны ей всегда кланяться в пояс. Цветы прорастают, дают семена и прорастают новыми растениями, не только украшают эту жизнь. А пчела – главный эколог планеты. Если ее убрать, 80% продовольственной пайка исчезает сразу. Сейчас все крупнейшие ученые беспокоены тем, что в Южном полушарии погибло половину пчел. Это самое уникальное творение в маленькой козявке шесть фабрик. Причем кто не пытался произвести мед или маточное молоко или прополис, ни у кого не получилось. А сегодня ситуация настолько напряглась, что я вынужден был в прошлом году проводить в Крыльевом Сказарце всемирный форум ученых и пчеловодов для того, чтобы справиться с этой напастью. Так вот, когда говорим о женщине, мы должны прекрасно представлять, что сегодня в срочном порядке надо принимать целый пакет законов, которые помогли бы ей вырастить, воспитать достойного ребенка и все сделать, чтобы она уверенно смотрела в будущее. У меня есть формула, хотя я преподавал высшую математику в университете, один равно восьми. Кажется парадоксальным, но она связана с жуткой демографической ситуацией в нашей державе. Мы за 25 лет этого эксперимента либерального, преступного абсолютно, антирусского, антисоветского, антигуманного, потеряли 25 миллионов человек. 25. Моя родная Орловская область потеряла каждого шестого больше, чем когда было нашествие фашистов. У нас 9 миллионов исчезло, 7 миллионов приехало и много не родилось. Американцы за это время прибавили 7-7 миллионов, французы 10, англичане 9. И сегодня, последние два года, мы опять вымираем быстрыми темпами. Исчез город в 300 тысяч. Президент услышал наше обращение. Я с ним целый час обсуждал возможность коррекции курса и усиления, улучшения управления. На словах вроде да. Первое послание, я сказал, проголосую двумя руками. Входим в пятерку самых выдающих стран. Все сделаем для того, чтобы были новые технологии открытия, поддержим науку и образование. И максимально сократим бедность. Благородная цель. Но я положил на стол, когда он здесь представлял Медведева, мы категорически выступали против такого рода правительства. Чтобы решить эти задачи, надо иметь завтра расходную часть 25 триллионов. И доказал по каждому паравру. Есть золотое сечение, чтобы чувствовали хорошо дети и женщины, и старики, и взрослые были уверены в будущем. Надо тратить примерно 7% на науку, 7% на здравоохранение и 7% на образование. Пятая часть бюджета должна идти на эти цели. Все идиоты это знают в мире. У нас ни разу не поднималось выше 12%. И сейчас все топчется вокруг 3,5%. Ничего из ничего не бывает. Когда вам говорят, что нет денег, уверяю вас, денег как раз больше, чем надо. 50 триллионов рублей лежат мертвым грузом в банках при государственном контроле за ними. 50 триллионов. 4% отдали на развитие. Остальные спекулируют и в офшоры. Воруют и в офшоры. Можно решить проблему, можно. Позвал бы этих друзей, с позволения сказать, в кавычку, сказал, вкладывай. Не хотят. Ободрали женщин. Только с пенсионеров содрали за то, что увеличили им возраст, почти 1 триллион рублей. Вот те я взял, посчитал примочки, которые в последнем его послании, социальные. Максимум 150 миллиардов. Задача абсолютно решаема при одном условии, если проявляешь политическую волю и ответственность перед своей стороной. Возвращаясь к формуле 1 равно 8. Что это такое? Если мы завтра не решим задачу, чтобы в каждой семье было трое детей, мы не убережем эти просторы и пространства. От Балтики и Черного моря до Тихого океана у нас осталось меньше 2% населения планеты. Нам предложить треть главных богатств. У нас половину почти черноземов, у нас половину хвойных лесов, у нас в одном Байкале 24% чистейшей пресной воды, по стакану которой не хватает уже на планете к каждому второму. Чтобы это обустраивать, оберегать и использовать, надо иметь минимум 200 миллионов. А чтобы молодая семья была, у молодого парня было трое детей, он должен тогда кормить супругу собственную, она будет сидеть в собственном детском саду, и четырех родителей престарелых пенсионеров. Он один должен работать еще за семерых. Он должен иметь 15 лет образования, высшее как минимум. Он должен иметь суперклассную технику, он должен иметь крепкое здоровье и возможность каждые 5 лет проходить переквалификацию. Он должен для этого получить колоссальный потенциал с детства, а не жалкое пособие в копейках и невозможность нормально учиться и трудоустроить. Это принципиально иная финансо-экономическая политика и логика руководящей партии и власть. Объяснял, доказывал, выступал. Или возражают, или молча соглашаются, но ничего не делают. Я согласен с Ниной Александровной, что при этом курсе этой политики задача, связанная с сохранением целостности страны и обеспечением народа достойной жизни, невыполнена. Есть два способа. Или на улицу всем, или бюллетенем, самый легкий, простой. Вот мы с вами повыступали по пенсиям, увидели, собрались. 600 миллиардов вернул Путин для того, чтобы. Но, тем не менее, 1 триллион будут обирать. До 27-го года с вас дерут только по этой реформе 8 триллионов 700 миллиардов. Задача, на мой взгляд, созрела, она понятна. Весь вопрос консолидации. Вот я подхожу, я не буду злоупотреблять. Я хочу, чтобы вы поняли ситуацию, чтобы вы почувствовали ответственность. Без вас мы не решим эту проблему. Женщины – главный двигатель прогресса, дома. Я с своей хозяйкой не спорю. Я дома подчиняюсь. За порогом я делаю, как считаю нужно. И так далее. За вас. С вас начинались многие важнейшие в истории события. Я могу рассказать, как начиналось 17-й год. Вы ахнете просто. Я об этом много писал. Вы во многом можете нам помочь решить эту проблему. Сейчас идет консолидация двух сил. Это либеральное крыло. Это вся свора, которая предавала страну в 90-е. Которой занималась русофобией. Которой разворовывала национальные богатства. Которой по американским лекалам продавала все предприятия. Меньше 3% реальной стоимости. Чубайс продал. 80 тысяч предприятий уничтожили. Никакой Гитлер на это не был способен. И в кармане не оказалось денег ни детям, ни старикам, ни женщинам, ни пенсионерам. А море денег. Море кругом. Куда не ткнешь. Море. А людям простым, кто трудится, не достается. Впервые эта власть открыла эпоху, при которой работающий человек не может прокормить свою семью. Никогда этого не было. У моего деда, учителя церковной школы, было 8 детей. Он кормил всех и всем дал при поддержке советской власти высшее образование. У Ивана Мельникова 7 детей было. Блестящий МГУ закончил. У Кашина, похоже. Но почему сегодня вдруг оказалось нет денег нормально заплатить работающему человеку? Так вот эта вся свора сейчас пошла в атаку. Есть один способ этого, простите. Максимальная консолидация государственно-патриотических сил. Был Коминтерн. Завтра исполняет 100 лет, когда Ленин воссоздал третий интернационал. Сплотились все против фашистов, победили. Даже Англия и Франция вошла в союз, победили. Сегодня, если мы все не объединимся, компартии, патриотические силы, женское движение, движение «Русский лад», не сплотимся дружно против этого либерального, я считаю, он фашистский, по сути, реванша, мы можем потерять страну. И недооценивать их хамство не следует. Этот гадюшник по имени Ельцин Центр, кто там был? 12 миллиардов рублей грохнули. Там одни кровопийцы-узурпаторы, кроме Ельцина, которые руководили тысячелетней державой. Ведь стран с тысячелетней историей 10 штук, их на руках можно пересчитать. Страны, которые изобрели все виды творчества, технического, художества, на одной руке можно посчитать. Всего две страны, которые не теряли свой суверенитет за 500 лет, мы и Великобритания. Всего одна страна, которая 700 лет сражала за свою правду, язык, культуру и свободу, это наша держава. И нам показывают это убожество, и сейчас ее тащат в Москву. Официально еще раз заявляю, мы в Москву этот гадюшник не пустим. Мы все восстанем для того, чтобы этой мерзости в Москве не было. Но власть-то молчит. Выступал Михалков, выступал Соловьев, выступал Десять раз я, выступал Кашин, Рашкин. К чему власть молчит? Поэтому надо еще раз нам всем убедиться. Сейчас олигархия начинает торговать страной. Со мной судится Дерибаск. Оценил свою совесть в миллион рублей. Я просто сказал, что у тебя такая дешевая совесть? Совесть бесценна. Бесценна. Если она есть или ее нет. Но вопрос-то не в нем. Я, выступая в Думе, сказал, были заводы алюминиевые. Всю Сибирь строила. Мои ребята построили в Шелихове. Главная улица называется улица Орловских комсомольцев. В КРАЗ, знаменитый Красноярский завод, миллион тонн дает. На бюро рынке две тысячи долларов. Два миллиарда долларов один завод дает. Мужики получают жалкую зарплату. Деньги утекают, черти куда. Сначала заводы утащили у рабочих. Потом провели аферу и теперь главными контролерами оказались Англосаксы. А как будем развивать авиацию, как будем таблетки делать, как будем стройку провести и так далее. Я предложил в Доме создать комиссию, расследовать эту аферу и вернуть под российскую юрисдикцию эту уникальную отрасль и предприятие. Мы должны вместе, вместе с вами восстать против этих аферистов, которые отправляют наши национальные ценности под управление тех, кто нам угрожает санкциями, кто тренирует бундесвер при Балтике, кто захватил матерь городов Русской Киев и кто снабжает террористов на Ближнем Востоке. Тогда какой у нас суверенитет, если мы отдаем под контроль то, без чего не может, Россия без крыльев не может развиваться. На советских заводах в 15-ти делали полторы тысячи летательных аппаратов. Каждый третий в мире пассажир летал на илых и тушках. А сейчас в основном иностранные самолеты, тогда каким образом мы будем из этой петли вылазить, если мы отдаем то, без чего невозможно развивать и жить. И можно дальше все перечислять. И таких направлений много. Обратите внимание, я поддерживаю курс Путина на то, чтобы войти в пятерку, на то, чтобы не было бедных, на то, чтобы были высочайшие технологии. Но какое решение не притащит из правительства или их там обслуга, все против державы и против стабильности. Кудрин приходит к деловым людям и говорит, надо поднять руки вверх и идти сдаваться американцам. Я говорю, мы сдавались в 90-е годы, мы потеряли целую отрасль, оккупировали все на свете, разворовали, распродали и так далее. Что ты предлагаешь нам? И сидит в счетной палате, руководит. Что он может считать после этого? Выходит еще один и говорит, надо выгнать студентов из аудитории, будем преподавать дистанционно. Кто будет преподавать? Тот же Кудрин, тот же Чубай, тот же Грео, кто там еще будет? Та же публика. Они преподавали в 90-е годы. Они перечитывали нам зады американской демократии, которые сами сейчас грызутся, как собаки, никак не разберутся. Приходят и говорят, продаем мупы и гупы, то есть собственность, которая принадлежит городской власти. Я говорю, тогда скажите, как будет мэр управлять, если ни коммуналка, ни вода, ни канализация не подчиняется? Давайте наложим на каждого гражданина, пусть платит за мусор с квадратного метра. Я говорю, извините, квадратные метры не мусорят. Это вы мусорите, не хотите убирать страну и наводить элементарный. И вот так один за другим посыл, который дестабилизирует обстановку. Наша программа, Анина Александровна ее достойно представила, предельно ясна и понятна. 10 шагов достойной жизни, 20 шагов Грудинина. Мы в этих условиях с вами не только возродили широкое движение партию, не только завоевали места депутатские. Мы с вами показали пример, как можно в условиях тяжелейших спасать страну от гражданки. Когда обвалили полностью финансы, дефолт финансы, я уговаривал Ельцина, с ним 5 лет не разговаривал после расстрела парламента. Примакову, Маслякову, Герасченко и Матвиенко пошли навстречу. Мы за год оттащили страну от края пропасти, дали прибавку 24% промышленности. Мы запретили банкирам перегонять деньги, запретили бензоколонкам повышать цены. И мы справились с этой задачей. Мы все сделали для того, чтобы предотвратить переворот. Тут в 96-м году, в марте, уже силовики сидели. Ельцин 3 указа подготовил арестовать, начиная с нас, закрыть думы, ввести военное положение. После персональной работы с военными руководителями, они отказались выполнять этот приказ. Восстановили мир. Мы все сделали для того, чтобы сформировать народные предприятия. У Грудинина лучшие предприятия в стране Европы, лучшая школа. Я советую, Нина Александровна, отвезите свой актив, покажите. Мы ее собрали все лучшее из русской, советской школы, из мирового опыта, из технического значения. Не школа, а фантастика. 10 классов трудового воспитания от кухни до робототехники. Свой космодром, своя школа профориентации от вот таких до вот таких. Агротуризм, где каждый может пройти и увидеть. Все создано, ни копейки ни у кого не брали. А детские сады фантастика. Парк не Доснейленд, а по мотивам сказок Пушкина в лучшем исполнении. Самая уникальная в мире выставка клоунов. Там тысячи, там можно прийти, душой отдохнуть, все радуются. Уже, наверное, 50-й суд. К Путину обращался, сидел тут, я говорю. Ведь те, кто его преследует, дискредитируют вас прежде всего. Ведь он ваш основной противник на выборах. Видимо, вы все так перепугались, что никак через год не можете успокоиться. Давайте все сделаем, чтобы недавно считали, его там из депутатов. Один человек собрались, его выгоняют из депутатов. И он народ избирал. И почему? В районе было 15 крупных коллективных хозяйств. 14 поделили на паи, продали, пропили и разворовали. Одно единственное уцелело. Уникальное, потрясающее, великолепное. Отбили 5 рейдерских атак бандитов. Заявляю еще раз официально. Отобьем и эту атаку от политических бандитов. Грудинин народный лидер, и он будет поддерживать. Это касается и Бессонова, которого засудили просто ни за что. Мы продолжаем бороться. И касается многих наших активистов. Но еще раз обращаюсь к вам. Единственный способ изменить мирно-демократичную ситуацию – это широкое движение государственно-патриотических сил. Мы на 23 марта назначили общероссийскую акцию в защиту социально-экономических прав трудящихся. В защиту женщин, детей и стариков прежде. Защиту единства и целостности нашей любимой России против олигархии, воров, бандитов и преступников. Чем больше, чем дружнее, чем организованнее будет это движение, тем скорее обновим курс и придет к власти действительно правительство народного доверия. И еще одно. Вот мы вместе с моим учителем готовили историю российского отечества для домашнего чтения и для школьников-студентов. Понимаете, когда начинают рассказывать, что не так жили, не тех слушали, не так воевали. Но вершиной-то нашей цивилизации была великая советская эпоха, когда мы были самые грамотные, самые храбрые, самые победные, самые космические, самые уважаемые. Так вот, мы впервые собрали за 100-150 лет всех лидеров нашей державы, от Рюрика до Путина. И правдиво писали в их деяниях, поступках, конкретных решениях. Я думаю, сегодня для домашнего и школьного чтения это будет очень полезно. И вот выпустили уникальная работа «Сын России». Это не просто о Гагарине, это его душа, это небо, это великие открытия, это ученые. Это то, что сегодня крайне необходимо на прекрасном русском языке. Сегодня газета «Правда» публиковала наше постановление. У нас будет сейчас три выдающихся юбилея. 140 лет Сталину, 150 лет Ленину и 75 лет Победы. «Ленин, Сталин, победа» – это неразделимо. И бесценный опыт Коминтерна у вас есть, почитайте, будет весьма полезно. А так вам большая благодарность, наша искренняя любовь и уважение. Дай Бог вам всем здоровья. Субтитры создавал DimaTorzok